Вот все, что угодно показывают, только чтобы не было садов. Понимаете мою мысль вот сейчас? Что я сделал? Я сейчас включил телевизор, дождался 7 вечера, опять не показывают, а в заставке было что-то на эту тему, а вдруг-то у меня покажут мой сад, как телевизионщики приезжали настоящие, они же съемки делают для этого, для телеканала «Усадьба» делают, да. И вот я включил телеканал «Усадьба», прервал наш разговор, а вы для меня не простой человек, все, что касается заграницы, это как бы, это мы севолапые россияне, а вы, значит, как бы сказать-то, европейцы, так, мягко. Так вот, я сейчас возвращаюсь к нашему разговору, но включил запись. Итак, передо мной экран, на экране делают что-то такое, ну, например, какой-то сок выжимают из чего-то, вон, руками выжимают. Ну, это очень важно, вы знаете, а другое дело, вот из того, что у нее в руках, как это вырастет, никогда ничего не скажет. Вот, и мне обидно стало, страшно, и мои передачи, мои эти, съемки в моем саду тоже не показывают, ни один федеральный канал, включая вот этот. А приезжали специально, а реклама же никакой мой канал не дает, я же ничего не делаю, это, не полуливаю, не удобряю, вот, ничего не покупаю в магазинах, а им же реклама нужна. И тогда я вернулся так, включил камеру, опять вас, и так Финляндия, и так Людмила, и так, повторите, о чем мы говорили полчаса назад. Ну, мы говорили о выращивании садов, о выращивании садов, ну, во-первых, я вас спросила, у меня был вопрос с вами, у меня груша дала маленький росток, летом, дала маленький росток, и будут ли свойства этой груши такие же, когда она вырастет, если я ее, например, откопаю? Так, нет, вопрос стоял иначе. Давайте так, пусть это будет учебный фильм, смотрите, на экране кулинария, она так нужна, у нас любая бабушка, любая хозяйка накормит мужа, брата, детей, ну, это вот так это надо на федеральном канале, где должны учить сады расти. Вот, я специально не выключаю, вот камера направлена на экран, вот она сок наливает, наверное, очень важно, очень важно, да, люди не умеют руками отжимать сок, вот, красиво получилось, вот, такой этот, как-то, давайте о деле. Итак, вы мне спросили, я тогда повторю ваш вопрос, значит, рядом с грушей вырос росток, вот, и можно ли потом его привить, привить, будут ли в нем нормальные корни? Я ответил так, значит, надо будет, до него метр, вы сказали, надо будет лопатой перерубить пуповину, где-то полметра от того, полметра от маточного дерева, тогда, это в середине лета, до осени, оно разовет свои корни, и следующей весной можно привить уже как самостоятельное дерево. Вот, теперь, сейчас вы задали мне вопрос, следующий, сохраняет ли корневые отводки тот же, который где-то в метре вылез, два, это касается резко груш, часто слив, часто яблонь, часто мишен. Вот, сохраняет ли качество? Да, сохраняет, но в нижней части дерева, и дерево привитое, а привитое, допустим, на дичок, и в метре вырастет дичок, но он может быть чуть облагорожен, потому что привитая часть верхняя передает культурное качество по двою, ну, пусть наука не согласна, пусть пишет уже наука, ну, тем не менее, еще вижу, том пою. Так, теперь, смотрите, что получается. Вы сказали про вебинар, что вы сказали? Продолжать, не продолжать? Я считаю, конечно, надо продолжать. А осталось, перешли на вебинар, количество смешное, сто, сто, слушатели, и что? Ну, а я опять заплатил две тысячи рублей за эту самую, как она называется, за трансляцию, за подключение и так далее. Вот. И когда я об этом объявил всем, что так получилось, что как это, ну, и пустой человек послушали, и все. Обидно, деньги выброшены, а толку-то, я же на все садоводство рассчитал. Федеральный канал «Усадьба» не показал, целый день съемок телевизионной группы, а я знаю почему. Потому что рекламу на этом не сделаешься, я говорю, поливать не надо, удобрять не надо, опрыскивать не надо, ядами не надо, ничего не надо. Как, как, кому нужны, кому нужны такие советы, если на них не заработаешь? Вы знаете, на этом канале, что интересно, стоит женщина, у нее в руке, а вы можете двумя руками шесть флаконов удержать, которые рекомендуют использовать там, что бы она ни посудила? В руке шесть флаконов, в двух руках. А если бы не шесть флаконов, вот именно вы хорошее слово применили, это ужас, это требует закупить все, покупать, 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 ради этого. Валерий Константинович, у меня на этот счет насчет химии вообще, такое определенное мнение, понимаете, вся химия, она все равно вредит человеку. И получается, что у нас мы выращиваем, мы выращиваем плоды, и получается, что люди могут болеть от того, что будут есть эти плоды, будут болеть, потому что химия дело очень коварное. Попав в организм, они могут разрушать наш организм, мы можем болеть, очень дело. А нам нужно какое поколение, здоровое, а здоровое поколение, здоровое, если есть здоровую пищу, здоровые фрукты, здоровые овощи. Я нигде, у меня нигде нет химии, нигде. И я очень довольна, и я угощаю всех, у всех, вот это мой первый урожай, 30 килограмм груш, но я даже себе представить не могла, что у меня, может, первый такой урожай, груши-то еще молодые, и дали вот такой урожай из-за того, что я их не обрезала, не пригибала, не делала никаких с ними манипуляций, просто я наблюдала за деревом, штамп, опрос, деревья, эти нижние ветки, нижние ветки, на них плоды висели, и я посылала вам фотографии, потому что меня же распирало от радости, когда ветки выросли, я стала вам звонить срочно, потом ветки зацвели, я опять вам звонить. Короче говоря, это такая была большая радость, и никакой химии, никакой. Давайте напомним, давайте напомним, откуда мы взялись с вами, и почему мы теперь учим других. Значит, несколько лет назад вы приобрели саренцы в очень крупном питомнике, вы прислали мне ролики, я внимательно изучил питомник, замечательные, собственные эти деревья, сами вырастили, финны, но не купили, в Испании, в Италии, вот, сами вырастили, видно было. Вот, там были мелочи такие, у них сад был непоносящий, но всё-таки у них яблони, груши были свои, раз. Теперь, технология предусматривала сделать метровый, почти метровый штамп, то есть отрезать, отрезать нижние ветки, и вот когда отрезают ветки 60-80 метров, вот, значит, а после этого, именно после этого, выкапываются, везутся в Санкт-Петербург, ну, вы, само собой, местные жертвы в Санкт-Петербурге, продают по 8 тысяч коллег, вот, вы на это дело не купились, вы со мной посоветовались и решили, ладно, вот они, саренцы, фотографии прислали, со штампом, это на штампе ветки, то есть раны вместо веток, что делать, я сказал, не трогать, не больше не подходить с секатором, и опять же, вот эта идея отрезать нижние ветки, это просто страшная ошибка, нижние ветки это листья, а листья это фотосинтез, об этом почему-то и ученые забыли, и тогда вы отказались от этой идеи, то есть вы согласились со мной, и снова отросли ветки, они обязаны отрасти, это природа, это Бог дал такую форму, вот, скелета, нижние ветки должны быть, вот, и после этого они вам дали урожай, и вы позвонили мне, поздравили с днем учителя, так было? Да, 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 меня распирало, вот, от эмоций меня прямо распирало, просто я не ванная. Ой, такая милая женщина сейчас на экране, как она мне нравится, мне нравится все, ее манера, ее внешность, вот, умение говорить, ей-ой-ой бы, если бы ей бы вот это умение, это, ну, ее ж тут же, стоит ей сказать то, что говорим бы, ее уволят тут же, как раньше было такое выражение, без выходного пособия, то есть пинка под зад, по-простому, вот это, вот, вот она на экране, это так здорово, как ее слушать, все, и когда я, вот она про помидоры, пожалуйста, с огромным удовольствием, но когда они лезут в садоводство, вот, не успеют посадить, и у нее 10 флаконов впереди. Ну вот, вы знаете, да, я тоже, я тоже так думаю, что, конечно, вот обсуждать могут люди, вот, садоводство, те, которые сами, у которых, у самих сад, которые вырастили, яблони, груши, там, вишни, сливы и так далее, тогда какой-то нормальный, может быть, разговор, что хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно, а если ты в этом, как бы, не специалист, очень, мне кажется, к этим советам, не знаю, как и прислушиваться. Большие вопросы, возникают большие вопросы. Мне питерцев, ваших земляков жалко. Для меня в Финляндии Питер это одно и то же. Вот. Для нас, садоводов, границы существуют. По 8 тысяч саженец, изувеченные заранее. Вот, вот, ну, продавали бы, ну, глядишь бы, что-то бы выросло, у вас же выросли груши. Вы знаете, я хочу сказать, что... На отрезанных ветках. А сейчас, сейчас никаких продаж нет. Сейчас же границы закрыты, и поэтому... Что, уже и саженцами не торгуют? Да ничего нельзя, даже я не могу теперь... Я бы, например, захотела от вас получить какие-то опять семена, выписать, косточки там или что, попробовать. Видите, у меня получается, что неинтересны абрикосы. Но вряд ли они могут. Ничего уже нельзя, почта не работает, ничего не работает. А давайте выступать как контрабандисты. Нет ли у вас по эту сторону границы? По секрету будем дальше говорить. Пусть все заткнут уши и не слушают. У меня было не... Это когда-то, я запомнил навсегда, когда первый... У меня он помог выжить. Крупнейший заказ поступил, знаете откуда? Со Словакии. Наши, ну, тысячу-две, ну, перебивался с хлеба на воду. Три тысячи получал полставки. В садике работал. Ну, представляете, даже это такой... Вот, пенсионер. Про пенсию я молчу, а то вот это... Плакать на счете. И вот тогда, в тот момент, получаю заказ со Словакии. Тогда это было 77, кажется, тысяч рублей. Ну, это как сейчас 200 тысяч. Годы прошли много. Вот. Вот это было заказище. Но я-то его в Словакию не мог отправить. Это невозможно. Дальше таможне бы не пошло. Я отправил в Москву. А дальше меня не касается. Но я о том не говорил. Никто меня не слышал. Вот. Интересно. Ну, это мне интересно, конечно, абрикосы. Потому что вот я смотря по вашим вебинарам, по-моему, в Выборге даже абрикосы растут. Ну, и в Питере. Да, в Выборге, в Питере растут, но и абрикосы. Я не сам выдумываю. Когда мне приходят фотографии, фильмы, я их просто выставляю в интернет. И никогда от себя ничего не добавляю. Я только горжусь тем, что это могут расти. Мне тут прислали фотографию. Возвышенное солнечное место. Все залито солнцем под Питером. Какое, к черту, болото? Там до воды 10 метров. А то Питер будет построен на болоте. Ну, Вы знаете, я хочу рассказать Вам коротко, если есть время. Коротко расскажу. А знаете, отключится этот само по себе, отключится видео. Видео, я же, Вы же на видео говорим. Через 5 минут 35 секунд. Ну, я хочу сказать, тогда скажу все равно. Вот саженцы, которые выращены из семян от Вас, из Сибири, сибирские саженцы, дерево, я же наблюдаю за ними, дерево растет, саженец, ветки идут. Ну, я не знаю, сантиметры два от земли уже начинают расти ветки. Такое у меня наблюдение, понимаете? Вот как дерево надо расти, естественно, понимаете? Вот его ветки, это руки, корни, это типа ноги, понимаете? Это живой организм. И как вот надо очень аккуратно, мне кажется, нежно, бережно подходить к этому организму, чтобы как нужно меньше нанести ему ран. Вот что я еще хотела сказать. А вот ходить с пилами, с секаторами и несколько раз за год, весная обрезка, гигантная обрезка, осенняя обрезка и, как говорится, все еще и зимняя обрезка. Но это же кошмар. Зарабатывается. Как дерево выжить? Как ему поправиться? Как, чтобы заросли все раны? И как снова найти силы, чтобы дать рост другим веткам? Ну, я не знаю. Ну, вот это, вот это мое наблюдение. И химия, конечно, это, я считаю, сильный удар по здоровью. Ну, да, в России, я не знаю, как в Финляндии. Не знаю. Извините, вы сами говорили, что у вас фрукты пластмассовые. Говорили? Ну, я говорила, что это говорила не я. Это говорила не я, но вкус их, конечно, это не сравнить. Ужасный. Вкус их ужасный. Даже пластмассы, я не знаю. Так это образное выражение пластмасса. Образное. Да. Так вот, у нас то же самое. Овощи, овощи. У нас в деревянских магазинах, у нас в деревнях не осталось ничего. Последние ранетки умирают, дикие ранетки. У нас уже смородину не встретишь. Раньше, хоть, скажем, вы представляете, что творится? И я к чему говорю. Значит, вот эта картина, и даже в сельских магазинах завал фруктов с этого самого, с Голландии, с Италии, Испании. Я видел фрукты с Марокко. Я видел фрукты, знаете, откуда? На той стороне земли, знаете, что есть? Новая Зеландия. И это все везут к нам. Все отравлено. И я еще заметил, мы сейчас закончим разговор, осталось три минуты. Люда, милая, вот. Россия вымирает, в том числе, из-за того, что мы едим отравленные фрукты. 40 обработок за лето, это практически вся западная Европа, которая нам поставляет фрукты. 40 обработок за лето. Валерий Константинович, Валерий Константинович, я тоже о том же и говорю, что химия это страшное дело. Поэтому, вот какие должны, какая должна быть реклама? Должна быть реклама, вот, показывают ваш штат. Понимаете, показывают ваш штат, где не применяется, не применяется никакой химии. Ни капли. Что это здоровая, здоровая пища, понимаете? Вот надо, что рекламировать. И какой из этих фруктов сок вкусный, какой он полезный. И что растет, здоровое поколение, будущее нашей Родины, нашей России, понимаете? Ваши бы слова переложить бы на музыку. Ну, в общем, я, конечно, за это, чтобы была реклама, вот эти, и понимаете, еще в чем дело? Я считаю, что, может быть, дело бы поразбегалось, но я вам хочу сказать, что у людей, например, у меня, под Питером, люди выращивают, и у них есть яблони, где тоже они химию никакую, по-моему, не употребляют, не применяют, и они не знают, куда деть урожай. Валерий Константинович, вот раньше, может быть, приезжали какие-то фирмы, и они скупали, даже, как бы по низкой цене, да, но скупали, возили, и продавали урожай своей страны, своей области, своего города. Так. А вот теперь люди не знают, это я знаю 100%, они не знают, куда деться от этого урожая. Уже всем раздали, и всем раздали, а еще урожая много, и, конечно, он пропадает. А почему? Вот что нельзя делать. А почему? Он пропадает, потому что люди не могут продать. Так что, у вас та же проблема, что и у нас? Я говорю сейчас про Питер, я говорю про Ленинградскую область. Понял, я не про Финляндию, про Питер. Да, это нормально. Я говорю про Россию, что надо еще вот это наладить, чтобы в садах так же, как вот ездили какие-то, как они называются, заготовители, да, и покупали у населения там. И население, я думала, продавало бы, потому что урожай, например, на яблоке большой, урожай на вишне большой, на сливы урожай. Вот это надо организовывать и направить средства сюда, для нашей страны, России, а не для того, чтобы покупать овощи, фрукты. Люда, осталось 13 секунд. Из-за рубежа. 13 секунд. Тогда спасибо вам, Валерий Константинович, за обучение. За обучение буду, если что-то... Субтитры создавал DimaTorzok